Боитесь смертен? Я думаю, что нет, потому что человек не осознаёт, когда рождается, он ничего не понял практически, да? Когда умирает, наверное, это происходит мгновенно, и человек ничего не понимает. Поэтому сколько нам отведено, столько мы будем жить. При этом, слава богу, что мы вообще живём на этой земле и понимаем, что мы можем смотреть на солнце, на небо, видеть какие-то краски в нашей жизни. Это уже большое счастье. А сколько там будет, это уже не от нас зависит. Смерть близких. Это трагедия всегда, но, опять же, ты должен понимать, что оно неизбежно. Но оно неизбежно... И каждый понимает. Всё равно должен понимать... Хранил близких? Ну, конечно, хранил. Ну, например, у меня там очень близка была у меня бабушка моя, которая меня возила на футбол с пяти лет. Постоянно она там всё бросила, не знаю, там родители работали. Она меня возила прямо с пяти лет и там вплоть до 11-12 лет. Это, наверное, после родителей, наверное, там брата, там, семьи. Это самый близкий мой человек был на тот момент. Потому что, считай, всё детство. Старые наши советские огороды, капуста, картошка и всё остальное. В летний период ты приезжал туда. Вот, и... Ну, мне было больно на тот момент, когда я узнал. Ты не то, что там боишься, не боишься, наверное, ну, опять же, это да или нет, мы говорим, да, или боишься, не боишься. Здесь все мы ходим под боком. Я христианин, верующий человек и понимаю, что если что-то происходит, то, значит, так и да. Если да или нет, да или нет? Ну, сейчас, наверное, нет. Естественное старение или хирургическое вмешательство? Естественное старение, конечно. Нужно ли оценить при школах? Смотря какие. Ну, дисциплинировать детей надо в школе, да. То, что касается оцены, действительно, там, у меня дети тоже приходят, там, какую-то плохую получают, там, плачут, всё что-то остальное. Я бы вот это всё убрал, все вот эти стрессы. Например, я знаю школы, что сейчас новые появляются истории, что дети после уроков делают там домашнее задание, в течение, там, часа-полтора, сколько там задают, и потом домой уже идут в хорошее настроение, потому что они знают, что им дома ничего делать не надо, они могут пойти погулять, не знаю, погулять с друзьями, посмотреть, там, телевизор, там, не знаю, просто всё что угодно, да. А здесь, когда тебе всё-таки задают, и это, там, сто лет продолжается, конечно, всё-таки надо, мне кажется, что-то менять, потому что очень большой стресс идёт именно на детей. А то, что касается дисциплины, я считаю, что дисциплина в школе, именно в школе, она должна быть жёсткой, именно по детям, да, потому что много случаев, вы сами прекрасно знаете, что происходит, да, там, и в начальных классах, когда, там, начинают уже как-то обзываться, а во взрослой истории, это, ну, много случаев, которые вообще неприятны и неприемлемы. Кремация или погребение? Погребение. Потому что я христианин. Я считаю, что по вере... Христианство сейчас разрешают вроде. Нет, я считаю по своей вере, то, что в моих мозгах, мне всё равно, кто там что решает и кто думает, что я всё-таки должен, правильно это или неправильно, потому что мы не знаем тысячелетнюю историю, то есть, да, как всё это начиналось, и всё это проходило дальше, и до нашего дня дошло, всё равно я должен лежать там. То есть никогда в жизни я не хочу, там, в горе и в печи. Искусственный интеллект. Прогресс или угроза человечества? Ну, с одной стороны, прогресс, а с другой, как нас пугают. Я тоже, там, человек, который читает какие-то статьи про искусственный интеллект и интересуюсь этим вопросом, то нас уже и пугать начали, да, что там он станет намного умнее, начнёт подавлять, нас убивать и всё остальное. Конечно, с каждым годом вся эта история идёт, 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 наращивается. Что будет дальше, там, через, там, 50 лет, я думаю, ещё что-то глобальное какую-то изобретут историю. Но, наверное, на данном этапе это пока нормально, но что будет дальше, никто не может мне ответить. Кому поможете? Детям, старикам или живу? Ну, я такой человек, который помогаю всем, на самом деле. Для меня это очень важно, и можно даже смеяться и про животных, но на самом деле это в моей истории всё есть. И самое главное, я горжусь тем, что не перед вами выпячиваясь, ещё что-то, никто об этом не знает. Потому что, действительно, есть люди, которые нуждаются в помощи, в операциях, в каких-то моментах, да, там, жизненных, трудных. Я всегда, как бы, откликаюсь и понимаю, что, ну, хорошо, там, большая сумма денег у меня есть, но я же могу себе поделиться, да, этой суммой денег и помочь, пускай и не всем людям на земле, но хотя бы, там, одному, второму, третьему нуждающемуся мне, потому что, ну, а кто? Кто будет ещё это делать, если... Не будет. Ну, не то, что не я, да, а люди, которым могут себе это позволить. Конечно, я не самый богатый человек на земле, да, но при этом я понимаю, что какая-то ответственность передо мной тоже есть и в детях, и в стариках, и в животных всё равно. У меня тоже там собака дома и всё остальное. То есть я никогда... Ваш есть фонд какой-то? Фонд Страна футбола есть, да, но там немножко он, как бы, развитие, на развитие спорта у нас, да, сформировано. Это прям ваш фонд? Да, у нас, мой партнёр ещё есть, Вячеслав, вот, мы после чемпионата мира, по футболу в России, когда был организованный фонд, мы проводим, подтягиваем спонсоров, проводим все свои турниры, которые, там, Кубок Игря Акинфеева есть, вот, вкладываем в ребят, во всяческий спорт, помогаем, какие-то спартакиады делаем, то есть совершенно всё это бесплатно именно за счёт наших спонсоров, потому что им спасибо большое. Цирк животными, да, или нет? Да, потому что привыкли к животным, к людям в цирке, то есть, ну, есть одна маленькая ремарка, чтобы обращались с животными достаточно хорошо, хотя это очень трудно в наше время и вообще. Счастье связано с деньгами? Не всегда. Ну, деньги-то хорошо всегда, да, но не всегда. Счастье в семье, в детях — это основное, да? То, что мы с вами говорили, там, про смерть и про всё остальное, да, там, про родителей, к счастью, когда ты их видишь, да, ты можешь их видеть. Счастье в том, что ты проживаешь какой-то там новый день, ты можешь увидеть, в следующий день присыпаешься. Вот в этом счастье, но мы, на самом деле, ценить этого не можем. Реально, то есть не можем, мы расстраиваемся по всяким глупостям, пустякам, даже по мне, там, какой-то гол меня может вывести из себя, ну, реально, да. Когда при этом я понимаю, что, фу, какая-то дурость вообще, там, какой нахрен гол, по большому счёту, если... То есть всё хорошо, да, то есть... Дома дети смеются. Да, дома дети смеются, всё хорошо, и ты просто, ты должен жить, вот, не знаю, как отец троих детей, я сейчас живу там ради своей семьи, ради своих детей, своей жены. Счастье — это семья. Счастье — это семья и любовь — семья.